Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Сегодняшний видос будет посвящен гравитационной гимнастике. Она же можно назвать изодинамическая гимнастика. Ну, занимаюсь я по своей собственной системе. А побудило меня к этому видосу. Это комментарий на мой видос изодинамический движняк, главный персонаж, это, конечно же, я. Вот, и вот пользователь мне написал. Вы забыли упомянуть самого главного, Александра Заса. Анатолий Иванович не скрывал того, что за основу взял именно наследие Железного Самсуна. Я, конечно, знаком с Александром Засом по описанию книги, по-моему, Шапошникова, его племянника. Насколько я так помню. Изложена система, все хорошо. И вдобавок, ну, вдобавок там система, да. Что касается Анатолия Ивановича, насколько я читал, вообще-то я с ним общался где-то раза три лично. Больше, к сожалению, не довелось далеко ездить. Ну, знаете, отговорки. Сейчас я, конечно, поездил и поинтересовался глубже. То есть, когда ты только начинаешь заниматься, ты не знаешь, какие вопросы задать мастеру. Вот. Но, тем не менее, практически, наверное, все, что он оставил, его интервью, там, встречи, книга, что-то он кому давал интервью, написал. И ряд упоминаний его учеников о нем. Ну, я, наверное, практически все это прочитал. Что касается наследия Железного Самсона Александра Заса, ну, я не встретил. Возможно, он, возможно, он там кому-то и рассказывал. Далее, что я ответил на это? Я ответил, что первый раз слышу подобное. Мне ответил пользователь, я год занимался у Анатолия Ивановича. Он никогда никому не отказывал в общении и не делал ни из чего тайну. Насколько я с ним общался, и все было очень по-доброму, друг друга понимали. Но, опять-таки, знаете, я первые занятия, первые занятия, все для тебя новое, ты не знаешь, не знаешь, а что бы спросить бы. Ох, сейчас бы я столько расспрашивал, но, 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 но. Я ответил, я общался намного меньше, и мы друг друга хорошо понимали. А какие у вас результаты? Год занятий у него очень много, с уважением. То есть, год занятий за год занятий, там разные ученики, один рассказывает, что он интересно так рассказывает. Я занимался, ну, наверное, где-то год, может быть, чуть больше, а может быть, даже тем меньше. Якобы Анатолий Иванович уехал в Америку, и, как вы сказали, на этом занятии тот ученик прекратил, и вот он где-то то ли тонну 200, то ли тонну 300 отрывал. Но при этом он сделал такую заметку, из всей группы это сделал, результат такой, добился я один. Ну, вот и всё. Поэтому мне хотелось бы узнать, если человек занимался, то должны какие-то результаты быть. Ну, вот такой вот ответ. Занятия проводились один раз в две недели, за год увеличили результаты почти во всех движениях вдвое, в жиме руками поскромнее. За весь год я ни разу не болел простудными заболеваниями. Ну, в целом, если взять здоровье, отличный результат. То есть, многие люди обращаются именно по здоровью, там, болеют, там, простуды или ещё чем-то болеют. «Прекратил тренировки по причине ухода мастера в лучший мир». Вот тут, конечно, у меня, лично у меня вопрос, я не знаю, у кого как. То есть, если вдвое человек увеличивает, ну, я не буду там говорить конкретно. Ну, человек увеличил и увеличил вдвое, да-то. И знаете, что я ещё хочу сказать? Можно сказать, а ты там, грубо говоря, там, это там, такое-сякое, вдвое. Ну, грубо говоря, если человек с 200 начал и 400 килограмм, это ерунда. Но сейчас я понял очень одну важную вещь. Я вообще-то давно её понял. Ваши достижения касаются именно вас. Если вы в два раза увеличили свои результаты, то, что я сейчас знаю, понимаю, вы свою энергетику увеличили в два раза. Красный результат для обычного человека, каким мы и являемся. Великолепный, вообще-то, результат. Поэтому мы не будем говорить. А вот прекратил тренировки по причине ухода мастера в лучший мир. Вот тут как-то вопрос. А что, а без него что, нельзя никак заниматься? Вот у меня, вот видите, и как-то даже нету слов. Лично я вот был знаком с ним. Лично я занимался у его ученика Кривых, Сергея Прокопьевича, вот на этом тренажёре, приобрёл этот тренажёр и занимаюсь сам. У меня нету, никого нету. Ну, примерно так, у Самодумова вот так поднимали. У Сергея Прокопьевича Кривых примерно так же поднимает. Вот, примерно такие же там настроения, ну, примерно так. Я же занимаюсь несколько по-своему. Результаты, конечно, у меня, можно так сказать, то, с чего я начал, а я начал с разваленного позвоночника, и то, что я сейчас поднимаю, это, знаете, колоссальная разница, чем я очень и очень доволен. Ну, я вам рассказывал поэтому. Ну, продолжим дальше. Этот пользователь пишет мне, запомнилась беседа со студенткой журфака МГУ из Японии. Она специально приезжала в Серпухов, чтобы на себе ощутить суть методики. Ощутить. Вы знаете, ощутить это, конечно, очень хорошо, а вот понять – это совсем другое дело. Мы вместе возвращались в Москву, и по дороге она мне поведала, что для неё всё очевидно, но мне, как человеку, западным образом мышления будет трудно понять. Вообще, в двух словах объяснила, что ощущает себя этакой губкой, из которой всю энергию выжили, хорошей и плохой. Теперь она начинает потихонечку расправляться и впитывать только хорошее и светлое. Ну, я не буду это как-то комментировать особо, что человек имел в виду, что, что и как. И сегодня, сегодня я делал тренировку. И вот я позволю эту тренировку вам прокомментировать. Вот первое упражнение – 400 килограмм – я поставил и давлю ножками. Это идёт как разминка у меня. Именно продавливание позволяет энергию пускать вдоль костей, а именно внутрь костей, где у нас хранится костный мозг, и стимулировать его, что приводит к тому, что организм довольно-таки существенно обновляется. Здесь я уже 500 килограмм, то есть у меня шаг пошёл через 100 килограмм. Первый разминочный – 400, второй – 500 разминочный. Вот 600 – это уже так хороший вес, с которым можно работать. Он совсем по-другому брякает. Нагрузочка идёт. Смотрим, как давят ноги. Ноги должны синхронно давить. Есть всё на три разика. Отдавил всё хорошо, прекрасненько. На штанге 700 килограмм. 700 килограмм – это уже более-таки значительный вес. Итак, пошёл, значит, один раз. Пошёл второй разик я давлю. Вот так вот. Ну и пошёл третий разик давлю. Что бы я хотел сказать, что бы я хотел бы сказать. Знаете, конечно, сейчас вопросов у меня было бы много. Потому что результаты самого 800 килограмм поставил. Ну, только на… А, я разок стриму первый раз – ничего. И вот второй раз. Значит, я немножечко подвинулся. Начинаю давить. О, оторвалась. О, оторвалась. Главное – отрыв. То есть вы всё-таки на 800 килограмм напряглись. Ну, будем так говорить. Но здесь важен… Вот именно в этой гимнастике важно не столько напряжение, сколько чтобы вы умственным усилием. А что такое вот здесь за умственное усилие? То есть ваша вера в то, что вы поднимете этот вес. Эта гимнастика позволяет, оказывается, сильнейшим образом укреплять вашу веру в самого себя. Веру в то, что вы сделаете. Веру в то, что вы сможете это сделать. И вот когда это развивается, развивается, то тогда, конечно, получаются довольно-таки поразительные результаты. Что бы я ещё хотел сказать? Вы знаете, я в своё время, когда был 19-летним-20-летним юнцом, я занимался в спортроте среди мастеров международного класса, рекордсменов мира, чемпионов и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, находясь с ними, никто из них не обратил внимание, как я толкаю штангу с груди и не подсказал, в чём там неправильность у меня. То есть иногда бывает, что ты находишься в таких вот условиях, допустим, как у самодумова занимаешься, а ты не знаешь, что спросить. И тебе, если ты вот так не спрашиваешь сам, ничего не подсказывает, ничего никак. Поэтому очень важно, конечно, самому... Вот там жаркий мир, обливаюсь, круче, если охотиться. Самому вот понять, что спросить, как делать, перенять у этих людей, вот... То есть учиться, само понятие учиться очень сложно. Научиться у другого человека, это ты должен обладать качествами наблюдательности, вникать, не стесняться спросить его. В противном случае толка не будет. Ну, вроде я бы и достиг таких вот понятий, но, к сожалению, спрашивать не у кого. То есть, если результаты Анатолия Ивановича самодумывал, там, лучше, там, 6,5 тонн в отрыве, вот в таком вот отрыве, то я что-то нигде не встречал, чтобы люди отрывали 2 тонны, казалось бы. 900 килограмм я наобычился, отрывал я и больше, но в данный момент, в данный момент, находясь на 70-м году жизни, только, вот, 900, чуть больше, даже тонну я не отрывал, хотя я раньше отрывал и тонну, в том году, в тонну, позапрошу, вот и всё. Как сказал Анатолий Иванович, после тонны начинается очень большой отбор, отсев, по каким параметрам, что, что, как, а вот этого, знаете, я тоже услышал эту фразу, а что, что, как, и ничего не сказано. Скорее всего, по каким-то нравственным понятиям это должно быть. Так, дальше мы, дальше мы, дальше, 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 дальше мы смотрим. Так, выйти. Ну, 940 килограмм я всё-таки оторвал, решил. Теперь, теперь у нас тяга. Упражнение, которое показывает, насколько у вас спина. 400 килограмма, видите, раз. 400 килограмма, видите, два. То есть спина, позвоночник уже, ну, не побоюсь этого слова, великолепно укреплён, да, для человека, в смысле летнего человека, практически старика. Как никак не уйти. Некоторые до этого возраста не доживают. 450 килограмм, ну-ка, намычился. Попа-почти. Полетел вес. Так что, важно не спорить вот с кем-то. Я просто говорю, ни к кому я конкретно не обращаюсь. А обращаюсь, можно сказать, ко всем. Важно не спорить по поводу того, что тот вот кто-то взял, этот тот что-то сказал, тот ещё что-то сделал. Важно, что они сказали, что они сделали. Вы поняли, увидали. 500 килограммов. Попа-попа. И это всё применили к себе. Смогли это всё применить. Вот в чём задача. А говорить, это вот то-то, это вот сё-то, это так, это ся-то. Ну, это, это, знаете, не деловой какой-то разговор, не то. От нас, вообще-то, по жизни ждут результаты. Мы с вами находимся все в одинаковых условиях практически. 550 килограмм слегка я колыхнул, но тем не менее было. Тем не менее было. Вот. Как бы жду. А что вы покажете? На что вы возможны? Главное, человеку дана жизнь и как он ей распорядиться, что он сделает. И чем раньше человек начнёт самостоятельно делать, тем больше результатов он может добиться. Конечно, будут и ошибки, всё будет, но тем не менее. 270 килограммчиков поднимаем. Вот так вот, вот, сяк вот. Так что, до многих вещей, а многие вещи, к сожалению или к счастью, они, знаете, даются индивидуально и даются за счёт ваших усилий. То есть, на вас смотрят, насколько вы искренне влаживаетесь в тренировки, искренне влаживаетесь в то или иное дело. И тогда вам что-то начинает там где-то помогать, немножечко направлять. Но всё равно вы всё остальное должны делать сами. И, наконец-таки, идёт прозрение. Что, что и как. Так что, вот эта гимнастика, вот 400 килограмм я навычился, и, хотя лучше, 440. На сегодня не готов. Так, немножечко отвлёкся. Так вот. Так вот, что, на что вы способны сами. Войти в этот метод. Войти в ещё какие-то более глубокие, можно так сказать, идеи, что ли, чтобы понять, как это делается. Вот, знаете, вот эта вообще-то гимнастика, она направлена на то, чтобы развить вашу веру самого в себя. С помощью поднятия тяжести. Да, вы поднимаете сегодня, допустим, вот такой вес. Через какое-то время, допустим, на 100 килограмм больше, через какое-то время поднимаете. Ну что, красавчик, смотрите. Ну что, 70-летний мужчинка, смотрите, какой. Вроде как старика, он трицепсяку вам показывает. Вот он набычился, грудник, всё это, как положено. Ну, будем заканчивать, не будем слишком увлекаться этим всем. То есть, эта гимнастика позволяет развить веру в себя, веру в то, что ты сможешь. Сегодня ты 200 килограмм, через какое-то время 400 килограмм, через какое-то время ещё там больше. Кстати, я сейчас поднимаю вот эти вот веса, вернее, отрываю. Вес которых уже примерно равняется вес крепости костей. То есть, тут уже, если поднимать дальше физикой, всё это дело может обломиться. Возможно, мне и не даётся больше поднимать, пока не созрел. Но, тем не менее, у меня есть такие проблески, когда ты поднимаешь веса и побольше там, ну это в основном с энергетической дугой, и даже не чувствуешь их. И задача, задача вообще-то, насколько я понимаю, в самом, так сказать, крупном смысле этой гимнастики, это развить такую веру, чтобы ты только с помощью вот этой веры, а вера смотришь, что я смогу, я сделаю, и так она и будет. И так она и стала. И это будет проявляться во всей жизни, во всех сферах жизни. Но, как бы сказать, начинается тренировка именно с очевидного, это поднятия весу. Поднял ты или не поднял? Всё становится ясно, вырос, не вырос. Ну, вот так вот я решил свою сегодняшнюю тренировочку прокомментировать. Вот, оставить наследие своё, ну, пользуйтесь, ну, я вот так вот. Может, чего-то большего достигну, может, на этом остановлюсь, может, ещё там меньше. Но, тем не менее, я продолжаю плотно довольно-таки заниматься уже, по-моему, пятый год, если не больше. Ну, пятый год идёт. Я, значит, начал это где-то в 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Идёт пятый год. Целу вам хорошего. Я, конечно, мог рассказать и другие вещи, которые эта гимнастика даёт. То есть, суставные боли в плечах, локтях, здесь, в тазобедренных коленях и голеностопах, в пояснице, по позвоночному столбу и даже в шее, всё это как-то прошло. И это очень радует. Ходишь легко и свободно, веса своего не чувствуешь. Ну, и остальные параметры. Ну, что-то такого, вот, знаете, я вот не говорю, что с помощью этой гимнастики я достигну там 200 лет проживу, я там ещё молодюсь, или ещё что-то. Вот, я такое не могу сказать, по крайней мере, я вам сказал то, что я ощутил. А предположение делать, вещь такая, либо ты сделал, либо ты не сделал. Ну, на этом заканчиваем здоровья и прогресса по жизни. Большого прогресса по жизни, чтобы вы взяли судьбу и не охали, и не охали. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.